Заставка в ружьё! Военный ГАЗ-66, який в народе моя неофицийную назву Шашиха, машина для пограничников незаменная, и она без проблем пройдет там, где от иншей техники ниякой користи. И хоть комфортной поездку по сельских дорогах назвать нельга, до места порушения границы газ добирается ходка. Ящи никаких велин, и порушальник затриманный. На этот раз он оказался умовным. Разом с военнослужащими вызначился пограничный пёс Пуш. Правда, на этот раз настрой у него не вельми добрый. Уже завтра Владимир Рачицкий, за яким Пуш прослужил омаль 18 месяцев, демобилизуется. Для кинолога худкое расставание так само будет нелегким. Быстро со шесть характерных. Подкармливал с руки, чтобы понимала собака, что я новый хозяин. Утром, вечером и обед выгуливаю, кормлю. И тренировки также провожу с собакой. На заставе День пограничника расписаны по годинах. У раскладина 16 мая политинформация по сопровождении Белоруссии и России, спортивные занятки и выучение тактики пограничной службы. Соправданный пограничник повинен ведать всё и на местовости свободно ориентоваться и быть неодредным следопытом. Солдаты изучают следы. Они обязаны определить направление движения нарушителя, способ похищрения, количество, давность следа, перемещался он с грузом или без. Пятая застава находится на территории Марковецкого сельского совета. С пограничниками у местовой улады полное взаиморазумение. Яны и стенды по пограничным законодавствам допомогают оформлять. И у школах звучными сустрекаются. И шефами над местами войсковых похований заявляются. У свою чергу местовые жахары для пограничников – надеянные помощники. До речи, о вёстках, яке знаходится в зоне пограничного контроля, люди часто двери на замок не зачиняют. На заявление чужих тут реакция будет худкой и эффективной. При Марковецком селесполкоме организованы две добровольные дружины, которые направлены на охрану государственной границы Республики Беларусь. Потому что мы делаем одно дело. И я хочу сказать, что мы спим спокойно. За отъездом с дымочной группы телерадиокомпании «Гомель» на пятой заставе дежурный сочи в пресс-системе вида назирания. Тут же была бачена и еще одна картинка. Военнослужащие, яке занимается затриманием умного порушальника, рихтуются до сдачи зброю. В любом моменте они будут готовы отримать ее снова. Ситуация на границе контролируется круглые сутки. Веска Глебоцкая – опошный населенный пункт на территории Беларуси. Далее, вось там, не 900 метров, починается Украина. Для пограничников пятой заставы – это, саправды, священный рубеж. Есть граница, есть держава. Алик Сентюров, Валерий Габанько, телерадиокомпания «Гомель» с беларуско-украинской границы.